Добрый день, дорогие зрители! Усаживайтесь поудобнее, приготовьтесь выслушать наши сплитки. Итак, начнем с того, что вышла замуж певица и актриса Шерли. Можете полюбоваться фотографиями и порадоваться за молодых. Ну, или не очень молодых. Потому что в некоторых ракурсах, в общем, выглядят они не ахти как, особенно жених. Но ничего страшного. Фотошопы не в таких случаях помогал. Там где-то замажут, где-то подделывают, где-то уберут пару килограммов и все будет окей. Олесия Мачадо разразилась целой серией откровений. В общем, не знаем с какого начать. В общем, короче говоря, надо покрепче держаться за кресло, потому что можно вообще оттуда и свалиться. Значит, началось с того, что ее сериал, в котором она снимается, «На мадам» он называется, запретили к показу в ее родной Венесуэле. Ну, запретили и запретили. Слишком много жестоких сцен, слишком много сценоморальных, потому что там действия в публичном доме, пардон, происходят иногда. И Алисия высказалась по этому поводу достаточно жестко. Ну, трудно с ней не согласиться. Она сказала, что на ее родине свирепствует цензура, как политическая, так и моральная. Она сказала, что труд ее коллег и ее самой, в общем, был как бы, просто к нему отнеслись без всякого уважения. Ведь эта новелла была заявлена уже в программах Венесуэльского телевидения. Так вот, без объявления войны взяла и, значит, из этих программ исчезла. Ну, а потом она сказала такую вещь. Очень ехидно поинтересовалась, а не ввести ли цензуру на бедность, преступность и инфляцию, которая свирепствует в стране. Чего на это-то цензуру не введем? Чего вы, собственно говоря, боретесь с телевидением, боретесь вот с этими язвами жизни, да, в социалистической Венесуэле? Кто вам не дает? Ну, конечно, легче сериал с показа снять, чем справиться с жуткой инфляцией и дикой преступностью. Потому что в Каракасе, например, на улицу не выйдешь в некоторых кварталах. Ну вот. А потом понеслось. Бывшая первая красавица мира призналась, что вплоть до подросткового возраста, простите, мочилась в постель. И это для нее было сильнейшей травмой, практически испортившей ей жизнь и очень занизившей ее самооценку. И что в ее семье, в общем, ну, как бы помощи не было. Потому что, ну, понимаете, это психологические какие-то вещи, которые, ну, не то что лечатся, да, а просто преодолеваются. Если семья относится к этому с пониманием, и ребенка, так сказать, не ругают ругательски, а просто ему помогает справиться с этим, с этой проблемой. Ну вот. И, в общем, Алисия сказала, что она боролась с этим самостоятельно. И, в общем, несмотря ни на что, она вот стала первой красавицей мира. И, в общем, плевать она на все, на это хотела. Ну, а потом она стала рассказывать о своей личной жизни. И, в общем, сказала, что одним из самых неприятных переживаний в этой самой ее личной жизни был брак с отцом ее дочери Димары. Она описала его как человека бесстыдного и сказала, что он стал самым большим негодяем в ее жизни. Что она пребывала в такой депрессии, что даже не могла держать дочь на руках, потому что не было сил абсолютно. Она в это время как раз очень сильно располнила после родов, пила различные пилюли. Это тоже повлияло на нее очень здорово. Ну вот. А отец ребенка девочкой совсем не интересовался, не помогал и даже, в общем, едва ли на ребенка смотрел. Ну, в общем, представьте себе, да? Состояние только что родившей женщины, у которой, в общем, фигура поползла. И вот такое вот. Ну, и последнее ее признание стало просто убийственным для мексиканцев, которые этого человека, в общем, довольно-таки сильно любят. Алисия сказала, что ее бывший друг Хосе Мануэль Фигероа ее убил. Ну, правда, там были осложняющие обстоятельства. Мы уже сказали, что Мачадо принимала таблетки для похудания. И эти пилюли, по ее собственным словам, мало того, что сделали из нее полную идиотку, но еще и нарушили баланс равновесия. И что легкого толчка было достаточно, чтобы ее с ног сбить. Но, вероятно, были там какие-то стычки, да, между, так сказать, любовниками. И, может быть, он там в сердцах, может быть, ее и толкнул. Ну, в общем, она сказала, что это чистая правда. И тот, кто не верит, может обратиться к самому Хосе Мануэле и пусть он скажет, как все это было. Ну, сам Хосе Мануэль отшутился в Твиттере. Ну, в общем, будем ждать продолжения. Вот нас, правда, один вопрос волнует в данном случае. И что в этом, простите, крокодиле находят такие женщины красивые, как Нинель Кондо и Алисия Мачадо? Ну, ладно, Кондо мы положим изначально и сама, в общем, довольно большой крокодил. Но Мачадо, красавица, так сказать, природная. Что, вот что можно в этом ужасе найти? Ну, может, он, конечно, человек хороший, мы не знаем. Бывший муж Ауры Кристины Гейтнер тоже выдал порцию откровений. Ну, вообще, лучше бы помолчал, потому что такие вещи мужчине говорить не пристало. Значит, он сказал, что, оказывается, его жена была не только ему неверна, что он ловил ее с многочисленными мужиками какими-то, но и чуть ли не наградил его венерическим заболеванием. Ребята, это шо ж такое? Это шо за мужики пошли? Ну, да, ну, мы знали, что европейцы, в общем, они как бы очень сильно обабились, но не до такой же степени. То, короче, бежать надо от такого, и как можно дальше, и со всех ног, что, в принципе, Аура Кристины и сделала. Вот молодец, вот умная. Представляем себе, чтобы было дальше, если бы она с ним оставалась. Вообще жуть грустью полная. Ну, вот, тоже очень забавная новость. Ну, мы в прошлой передаче вам сообщали, что Эйса Гонсалес завела роман с бывшим другом Милли Сайру. Так вот, американская пресса заинтересовалась, что же это за девочка такая. И решила, что, в общем, девочка вполне может называться мексиканским Майклом Джексоном. И вот несколько фото подтверждают эту теорию. Посмотрите, что было до и что стало после. А вот там в середине промежуточные варианты. Ну, и Милли Сайру, которая, видимо, оскорблена в лучших чувствах, тоже отметилась. Я сказала, что, ну ладно, если ее бывшему нравятся перелицованные бабы, то это его проблемы. Ну, от себя можем добавить. Может, он, в общем, и думал, что все свое. Может, он думал, что все как бы, как оно от природы было, так оно и есть. Ну, теперь, значит, его ждет очень сильное разочарование. А, кстати, говорят, что его родители довольно консервативные. И вот таких вот вещей, типа пластических операций, не особенно одобряют. В общем, держись, Эйса. Сдается нам, что любви этой скоро придет большой кирдык. Ну, и напоследок расскажем о Хуляне Хилле. Нет, не то, что вы подумали. Он пока что не завел себе новую женщину. Просто он решил напомнить о себе и поделился воспоминаниями о романе с Марджори де Соуса. Ну, вы знаете, что Марджори теперь женщина очень популярная в Мексике после успеха в новелле Аморес Вердадерус. А теперь она пляшет на универсион в программе «Смотри, кто танцует». Ну, вот и Хулян решил, так сказать, пропиариться, опять же, на ее успехи. Сказал, что «мой-мой-мой, какая она замечательная. Она такой важный человек в моей жизни. Ну, ему так было здорово, так было классно». В общем, желает ей всякого разного счастья. И говорит, что она, конечно, достойна триумфа. Она достойна любой победы. И он ей желает всяческих вообще успехов и, ну, в общем, сами понимаете. Ну, что мы можем сказать? Мужик не упускает возможности, как всегда, в общем, высунутся, сказать «вот он я, посмотрите на меня». И делает это, как всегда, за счет женщин. Ну, что? Может, конечно, оно и правильно. Любой пиар хорош, кроме некролога. Ну, уж больно как-то не по-мужски это все. Ну, ладно, бог с ним. Пусть живет, как знает. На этом все. Мы очень просим вас подписываться на наш канал. Следующие новости будут в субботу. До свидания. Всего вам доброго.